Еще раз, компания Облака Студия. Я совладелец, создатель бренда Облака Студия. И в настоящий момент я занимаюсь развитием этой компании. Итак, три пункта. Первый – это клиентоориентированность. Во главе угла нашей компании, в какую работу бы мы не проделывали, будь то работа с персоналом, будь то какие-то программы лояльности для клиентов, будь то открытие новых салонов или продажа существующих салонов, или переживание кризиса, главное и первое – это клиентоориентированность. Когда клиенты приходят к нам в салоны, и мы делали многочисленные опросы, первое, что они отмечают – это атмосферу. И здесь бы я коснулась как раз в теме сегодняшнего дня мужских и женских аспектов бизнеса. Потому что мужские аспекты бизнеса, на мой взгляд, это стандарты. Когда у вас все прописано, стандартизировано, когда людям понятно, зачем они здесь, какая у них роль, что они должны делать, чего вы от них ждете, как вы это оцениваете, потому что любая работа, она должна быть оценена, и обратная связь, она важна. И это залог эффективной коммуникации. И обязательно вот такая работа, я поддержу коллег, которые здесь выступали, работа в направлении осознанной коммуникации, она должна быть. Неважно, мы все ошибаемся, и владельцы, и директора, и специалисты, но тем не менее важно вовремя остановиться, сделать работу над ошибками и посмотреть, куда мы движемся дальше. Второе направление, клиентоориентированность, да, записали? Мужская стандарта. Да, мужская это стандарты. Когда есть ясность по поводу того, что мы делаем и кто здесь для чего, вот там включается творчество. А женское? Ну, предположим, женское. Это творчество? Перехожу, да, творчество. Ну, предположим, запланировано у вас в салонах, например, угощать клиентов чем-то, и это стандарт. То есть клиент приходит, и вы его чем-то угощаете. Дальше включайте женский аспект. Это могут быть мармеладки, печеньки, шоколадки, фрукты сезонные, мороженое. Ну, в общем, здесь уже творчество. Но есть стандарт, и будьте добры, соблюдайте. Здесь я вернусь к Наталье, к тому, что и поддержу ее в том, что маркетинговый бюджет должен быть обязательно. Если вы заработали денег больше, это хороший повод собраться, отпраздновать всей командой и выделить еще деньги. И вот тут начинается опять женский аспект творчества. Но только в случае, если это какой-то сверхбюджет, и вы хотите потратить его на развитие. Но маркетинговый бюджет должен быть. Независимо от того, на какой стадии находится салон. Если это стартап, это чуть больше. Если это стагнация, это чуть больше. Если это рост, это поддержание. Если это спад, там вы уже по ситуации равняетесь. Вот это что касается мужского и женского аспекта в клиентоориентированности. Это касается всех программ лояльности. Если у вас будут вопросы, потом просто более точнее. Второе очень важное направление в клиентоориентированности – это лояльность сотрудников. То есть лояльность сотрудников компании. И здесь я бы хотела остановиться поболее подробно на роли директора. Потому что я владелец, и в настоящий момент я занимаюсь тем, что отбираю директоров. Я прошла путь. Я и за стойкой администраторской стояла, и мастеров отбирала. В общем, 14 лет в этом бизнесе. Компания «Блака Студия» в этом году будет 12 лет. И мы переживали и не один кризис. И мы открывали салоны, и продавали, и закрывали. И, в общем, все у нас было. У меня есть опыт расхождения с партнерами, смены команды, ребрендинга, реорганизации. В общем, пишите вопросы. Лояльность сотрудников. Про роль директора я говорю. Что для меня важно в этой связи? То есть для того, чтобы… Тут много говорится о видении. Об этом говорят и наши многоуважаемые партнеры. И вы все, наверное, каждый сам для себя чувствуете. Что если у владельца, у собственника есть видение, вообще его работа, в его должностной инструкции должно быть прописано. Создать видение. То есть это он на абсолютно понятном, доступном языке, ясном, мужской аспект, должен объяснить людям, что он вообще сделал. Вот вы приходите на работу, и владелец должен вообще вам сказать, как директору, что он от вас ждет. И это хорошо бы в цифрах, в конкретных каких-то тезисах должно быть прописано. У нас это сформулировано по ценности. Мы отбираем людей по ценностям. Мы пришли к этому, наверное, года три назад. И сейчас все сотрудники, которые приходят к нам, один из важных таких моментов на собеседовании – это ценности. Мы выясняем, едины ли они. И я считаю это очень важным, очень главным. Вчера один из английских коллег говорил нам о том, что нужен второй. Так вот, когда сеть большая, очень сложно управлять салонами. Когда больше четырех, вот у меня началось, я сама всем управляла, пока было до четырех. Потом я понимала, что я теряю фокус, теряю то качество. И тогда понадобился второй и третий. И вот это вопрос о единомышленниках. Но здесь тоже важна коммуникация. Ясная, четкая коммуникация. Потом, если человеку понятно, директору ясно, чего от него ждут, если его работа измерима, оцениваема, он видит собственный рост, как материальный изначально, материальный, так и профессиональный, возможно, даже духовный в некоторых вопросах обязательно. Потому что работая с людьми, они так или иначе на нас влияют. Тогда начинается творчество. Тогда я могу отпустить человека, если я вижу, что мы говорим на одном языке, и он просто теми инструментами, используя то образование, тот свой личный опыт, который он наработал, он просто идет и воплощает наши общие задачи, доводит до результатов. И таким образом я понимаю, что он разговаривает на едином языке далее с мастерами, потому что у них одна тоже важная очень роль. И тогда мы говорим о лояльности сотрудников. То есть только в тот момент я понимаю, что работа в направлении лояльности сотрудников компаний будет проводиться, когда у меня есть лояльный компаний директор. Очень важно. Что я подразумеваю под лояльностью сотрудников? Отбор по ценностям я сказала. Сотрудник, попадающий в компанию, у него есть такой адаптационный период по трудовому законодательству, это испытательный срок, но он ограничен. И там вокруг него, то есть это наставничество, это донесение до него понятным языком всех стандартов и внутренних корпоративных правил. Это всевозможные программы лояльности и перспективы роста, которые могут быть достигнуты им. Обязательно личные цели. У нас есть такая практика – личные планы. Скажу коротко, если будут вопросы, пишите. То есть раз в год с каждым сотрудником в компании проводится такая работа по созданию видения. Опять же, возвращаемся. И это мужской аспект. То есть это некий план на год, правда, он только на год, потому что мастера, я соглашусь, поддержу вас всех, что это люди творческие, но творчество – это женский аспект. В общем, мужской аспект, когда у нас есть план. И планы у людей бывают очень разные. От покупки каких-то туфель Прада до поездки в Видал-Сесун. Мы приветствуем профессиональные планы и поддерживаем их как компания. Но в то же время мы обращаем внимание на личные планы, например, покупки автомобилей, квартир и так далее. Потому что это тоже важно. У нас работают женщины к женскому аспекту, а для женщины самое главное – это безопасность. То есть женщина приходит на работу в основном, я не хочу обидеть специалистов мужчин, но в основном это женская аудитория. Для того, чтобы получить какой-то дополнительный источник, чтобы обеспечить безопасность свою и своей семьи. И это необходимо, мы делаем на этот акцент. Поэтому личные цели, они приветствуются. И в работе на протяжении года с каждым специалистом есть такая поддержка. То есть директор выступает как такой поддерживающий в исполнении личных планов. И вообще у меня есть очень хорошее сравнение. Я его часто, эту метафору использую, что директор – это садовник. Это садовник. У него в саду растут разные цветы. Кого-то надо подрезать, кого-то полить, кого-то удобрить, кого-то выдернуть. Но цель одна – чтобы посетитель этого сада получил приятную атмосферу, получил удовольствие от того, что соприкоснулся с этим. Про женские и мужские аспекты. Ну и про роли я еще раз скажу, что очень важно про мужской аспект. Опять-таки, чтобы у каждого человека, который работает в компании, была ясная и осознанная роль. То есть я сказала роль учредителя, роль директора, роль администратора, роль сотрудника и роль феи чистоты. Это отдельно. И чтобы каждый из них понимал, в чем роль других. Потому что, знаете, бывает такое, когда теряются вот эти границы, начинает, например, один из мастеров выполнять обязанности директора. Я всегда к этому очень внимательно, потому что если кто-то начинает выполнять чью-то работу, значит, эта работа не выполняется. Значит, это сигнал к тому, чтобы потребовать от того, кто должен стоять на этом месте. Вот. Все должны… Это такая работа внутри. Это уже диалог директора непосредственно с каждым сотрудником. Это проводится на собраниях. Ну, методы, они там все внутри есть. Если интересно, пишите. Вот. И заканчиваю. Мужской аспект заканчиваю. Творчество. В общем, основное… Ну, развитие нашей компании в настоящий момент. Мы вышли на рынок франшизы. И я согласна здесь с Татьяной, что да, очень непросто найти единомышленников. Люди приходят, и я встречаюсь, и понимаю, что… Ну, первое, что для меня важно, это, конечно, ценности. Насколько мы сможем… Насколько есть согласие, знаете, согласие и понимание. Потому что есть то, что создано. И вопросом согласия я уделяю особое внимание. Потому что если нет согласия у вашего сотрудника и у вашего коллеги, у вашего партнера, значит, ничего из этого не получится. Я желаю вам удачи в вашем бизнесе, успехов, процветания. И чтобы вы были счастливы. Спасибо. Спасибо тебе огромное.